Ваня, Алла, Андрей, Наталья, Сергей, Илья, дочери сыновья Сюзан и Патрика Маккини часто приходят в гости в этот огромный уютный дом в пригороде Нью-Орлеана к своим друзьям. Здесь живут Чет и Карен Борделон со своими четырьмя детьми. Всех этих подростков объединяет Россия. Из детских домов Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Магадана, Новосибирска их привезли усыновители-американцы. С тех пор прошло 15 лет. У нас три разных поездки в Россию и шесть детей. Впервые мы приехали в Россию в 2000 году. Усыновили Ваню. Ему было 18 месяцев. В 2003 году мы второй раз приехали в Россию в детский дом. И двое маленьких детей бросились к нам и закричали «Мама!» Так мы стали родителями Аллы и Андрея. Это было в Комсомольске-на-Амуре. И потом мы еще раз приехали в Россию в Магадан и усыновили Наталью, Сергея и Илью. Хозяйка этого дома, Карен Бардалон, основатель клуба усыновленных детей, в который и входят эти многодетные семьи. Много лет назад, когда они с мужем усыновили трех детей из Петербурга и Новосибирска, Карен решила создать такую организацию, которая бы объединяла русскоязычных детей. В нашей организации родители и их усыновленные дети из России, Украины, Казахстана есть из Румынии и Монголии. Все они дети с русскими корнями. Сначала они нужны были друг другу, чтобы обмениться информацией при сборе документов для усыновления. А когда дети приехали в Америку, было решено собираться все вместе, устраивать праздники, поддерживать друг друга. В основном мы пытаемся как можно больше знакомить детей с российской культурой. Если сюда приезжают театры из России, цирк, балет или народные ансамбли, мы идем на представления все вместе. Мы часто ходим в русский ресторан, а когда дети были маленькими, устраивали чайные застолья. Многие родители для таких вечеринок покупали или шили русские народные костюмы. Усыновление в Америке не является секретом не только для окружающих, но и для самих детей. Родители убеждены, если информация в усыновлении скрывается от детей и потом вдруг перестает быть тайной, это может привести к серьезному стрессу, конфликтам в семье и потере доверия к усыновителям. Меня частенько спрашивают, Ханна, твоя настоящая сестра? Я отвечаю, да, но не биологическая. Мы все равно сестры, мы живем под одной крышей. Иногда спрашивают, а почему тебя бросила мать? Она тебя не хотела? А я отвечаю, нет, знаете, она хотела, чтобы у меня была хорошая жизнь, ей было очень трудно, но она хотела, чтобы мне было хорошо. И я счастлива тут, в Америке. И я рада, что знаю всю правду, всю информацию, которую смогла узнать от своих приемных родителей. Откуда я, как все произошло, кем были мои биологические родители. Я все это знаю, и у нас есть документы. Многие из этих детей общаются со своими биологическими родителями. Мои приемные родители помогли мне связаться с моей матерью, и мы переписываемся по электронной почте. Она прислала ожерелье, которое я храню. А когда меня спрашивают об отце, я честно отвечаю, что ничего о нем не знаю, и это правда. Я прекрасно живу, у меня чудесные приемные родители, которые любят меня, и я их люблю. Но я очень рада, что я знаю, откуда я, кто была моя мать, я знаю именно всех. У меня есть фотографии всей семьи, которую она мне прислала. Мне нравится, что я знаю, откуда я, почему это произошло, и с какого я приюта. Я бы, кстати, хотела посетить этот детский дом. Очень бы хотела. Мама шестерых подростков Сюзан МакКинни не только не скрывает правду об усыновлении, но и часто говорит с детьми об этом. Мы с мужем говорим нашим детям, вы не были бы собой без ваших биологических родителей, которые вам дали ваш цвет глаз и волос, ваши таланты и способности. Но судьба сложилась так, что вас воспитала другая семья. Вы теперь здесь, и мы надеемся, что вы используете то, чем одарили вас родители и природы, и что мы воспитали в вас, чтобы добиться самого лучшего. Патрик МакКинни всегда эти годы пытался разглядеть сильные стороны каждого ребенка, чтобы развивать их. Самый старший Иван хотел стать военным. Он учится в военной академии, и родители гордятся его прекрасными успехами. Илья МакКинни в этом году заканчивает школу и уже знает, чем он хочет заниматься. После окончания школы я бы хотел научиться управлять большими торговыми судами, стать капитаном. Патрик и Сьюзан стремятся, чтобы каждый ребенок в семье выбрал профессию по душе и получил соответствующее образование. Чем хороша Америка? Тем, что здесь все возможно. Если у вас есть мечта, вы можете здесь ее достичь. И этого нет во многих других частях света. В Америке это возможно. Я говорю своим детям, не отбрасывайте эту возможность, потому что она прекрасна. И нам повезло вырастить этих детей. Это был настоящий подарок судьбы. В семье хозяйки дома Карен, кроме усыновленных детей, есть еще и биологическая дочь, которая родилась почти в одно время с усыновлением. Иногда Карен спрашивает, есть ли разница в чувствах и в отношении к детям. И я отвечаю, что нет, разницы нет. В тот момент, когда я их увидела в приюте, я испытала чувство, что они были для меня предназначены. Такое же, как и при рождении ребенка. Я им всегда говорила, мы не знаем, почему вы оказались именно с нашей семьей в Америке. Но есть общая картина. Мы не знаем, почему, но на это должна быть причина. Иногда люди говорят, о, вот как им повезло, у них есть семья. И это для нас так смешно. Но мы над этим смеемся, потому что это нам повезло. Нам довелось воспитать ребенка, участвовать в его жизни. И нам даже не пришлось его рожать. Все дети уже на пути к самостоятельной жизни. Учеба, поиски работы, создание семьи. И родители уверены, что они свободны в своем выборе. Мои дети имеют паспорта, как американские, так и российские. Они все еще остаются гражданами России. Мы их вырастили, дали им образование. И если они захотят строить свою карьеру, используя свое российское гражданство, я не вижу в этом никаких проблем. Ваня, Алла, Андрей, Наталья, Сергей, Илья, Катя – американцы с русскими именами. А может, русские, с американской судьбой. Их жизни начинались совсем непросто. И никто не может гарантировать, что на их пути больше не будет никаких преград. Но в каждом из них родители заложили твердый фундамент, который поможет им многое преодолеть. Светлана Прудовская, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка. Новый Орлеан. Светлана Прудовская, Сергей Соколов.